На 40% экономика района Селивке, турецкой провинции Мирсин, где идет строительство атомной станции АККУЮ, выросла. Местные предприниматели расширяют свои производства за счет роста населения, улучшается и инфраструктура региона. Сначала возведение АЭС построили больше 20 тысяч жилых домов, открыли десятки отелей и приложили крупную магистраль между курортами. В целом, при проектировании АЭС АККУЮ особое внимание уделили экологической безопасности и ее воздействию на окружающую среду. Аграрии и население поддержали строительство. Наш корреспондент поговорил с местными жителями и фермерами и узнал их мнение об атомной электростанции. Каково? Послушаем. С древних времен турецкая провинция Мирсин считается важным аграрным центром. На ее землях развели цитрусовые сады, выращивают гранат, бананы, абрикосы, клубнику. К примеру, местные апельсины и лимоны экспортируют в десятки стран, что делает регион стратегическим элементом внешней торговли всей Турции. Стремительно развивается местное предпринимательство и сначала возведение на этой территории АЭС АККУЮ. На лимонной плантации Фикрия САК скоро пойдет новый урожай. По ее словам, аграрии увеличили свои доходы в три раза за счет прироста населения. Конечно, у нас были определенные опасения, но сейчас мы знаем, что это безопасно. Оборот нашей продукции хорошо вырос. Кроме того, лимонные сады – наше семейное дело. Этим занимались мои деды, и сейчас у нас есть возможность расширяться, потому что наши сады больше не будут страдать. Будет источник энергии и воды. Банановая роща развернулась и на хозяйстве Мустафы Гезера. Огромные пальмы напоминают тропический лес. За несколько лет площадь своего участка он довел до 12 квадратных километров. Символично, почти как масштабы будущей электростанции. С самого начала вся наша семья поддерживала проект АККУЮ, ведь электричеством атомных станций успешно потребляют по всему миру. Почему бы Турции не иметь свою АЭС? Как простой житель, я вижу, что в провинцию переезжают много семей. Появилось больше потребителей нашей продукции и создают рабочие места. Местные фермеры поддержали строительство атомной станции в провинции, ведь регион часто сталкивается с отключением электроэнергии, особенно в зимний период. Строительство станции строго контролируют независимые организации. Все решения по проекту согласуются с жителями провинции. Сегодня местные уверены, проект будет реализован безопасно. Хорошо, что для Турции строится атомная электростанция. Знаю, что планируют еще две. Считаю, что это безопасный проект и пойдет на пользу всей стране. Много рабочих мест появилось в провинции. Мы видим, как Мерсин развивается. Думаю, строительство АЭС – правильное решение. Новые возможности для расширения предприятий получили и местные предприниматели. Танэшенол открыл в городе производство слайсов из фруктов и ягод. Из мякоти цитрусовых изготавливают сухофрукт, а из цедры – масло для космической и фармацевтической промышленности. На этой фабрике мы охватываем полный цикл обработки фруктов с безотходным процессом. После запуска АЭС и стабилизации энергоснабжения мы планируем расширить наше производство и предложить новые полезные товары. 70% сотрудников – это женщины. Они получили возможность работать и получать стабильный доход. Вот поэтому наше предприятие имеет большое социальное значение. В целом экономика района только за период возведения АЭС выросла на 40%. В селах и регионах провинции Мерсин идет активное строительство, отмечает председатель торгово-промышленной палаты Нуретин Кайнар. АЭС сильно повлияло на развитие промышленности и коммерческих предприятий. Благодаря тому, что постоянно есть заказы, наши фермеры и предприниматели активно развиваются. И мы очень положительно оцениваем это с точки зрения коммерческого потенциала нашего региона. Теперь мы знаем, что когда в других регионах Турции будут реализовываться проекты сооружения АЭС, наши предприятия будут востребованы. С момента возведения АЭС на территории провинции открыли больше полутора тысяч новых предприятий. В регионе функционирует мраморный завод, производство удобрений, текстильных изделий и цеха обработки арахиса. Я могу сказать, что нет отраслей, в которых не произошли изменения с момента возведения атомной станции. Это касается экономики, торговли, жилищного сектора. Например, здесь построили больше 20 тысяч жилых домов. По словам жителей АЭС, необходимо стране теперь в планах у Турции строительство еще двух атомных электростанций, одна из которых будет в провинции Синоп.